здравствуйте друзья нет конца потоку вопросов я один из них зачитан здравствуйте михаил меня зовут женя я вам уже писал вопрос по поводу нагрузки для тестировщика ролик 3026 в данный момент уже полностью погрузился в изучение java я дверку приоткрою то жарко не так и уже есть некоторые продвижения по работе в эту сторону поводом для вопросов послужил первый учебный день в мтусе московский технический университет связи и информатики институт связи где я когда-то учился я поступил на программу 2 высшего образования на два года на первом же занятии преподаватель ему уже хорошо за 70 начал с того что стал активно навязывать любовь к родине тут кавычки никого родина кавычки любовь к родине все в кавычках и ярую ненависть к другим странам мотивировал тем что многие его студенты уехали и теперь мучается вот я например ужасно мучились эти как да может быть он и у нас преподавал если у меня старше на 10 с лишним лет постоянно мучаются на другой стороне океана постоянно звучали такие выражения как где родился там пригодился живем в мучениях сильнее будем ё-моё еврейские структуры сети центрическая война от сша и многое другое ну вы сказали что за 70 человек что же обижаться при каждом удобном случае каждый считает своим долгом каждый то есть не сказать гадость про другие страны возвысить при этом свою но тут сомнительно конечно чем возвысил при этом закрывая глаза но происходящее своей стране вообще институт связи как и любой другой это не место для политических дискуссий вот что у нас стране что у них стране но не знаю видимо бардак такой что вместо чтобы преподавать в целом я не конфликтный человек и с некоторыми вещами предпочитаю не спорить а просто промолчать мудро и доказывать обратное кому-то из группы а там еще и в группе а тем более преподавателю нет никакого желания но с другой стороны внутреннее недовольство начинает проявляться и слушать такого человека становится сложнее как я вас понимаю не возьмусь говорить за другие вузы может быть мне просто повезло попасть такую группу но как быть в такой ситуации чем дальше продвигаясь сторону иммиграции через рабочую визу контра и миграции через рабочую визу тем больше начинаю склоняться к другим вариантам переезда не требующим таких временных затрат да вот такое письмо что ж друзья давайте мы побеседуем черном не поговорить на такую хорошую тему и так я прочитал письмецо это еще дома когда выбирал на какой вопрос значит ответить прежде чем его распечатать на бумажечку я его прочитал и у меня возникла такая странная ассоциация я вам расскажу значит я подумал что преподаватель надо возвращать к теме методом задавания ему вопросов а то он так вот вместо того чтобы предмет преподавать люди пришли второе образование получают наш а он тут значит какую-то лажу несет просто потому что ему на эту тему интересно хотя он конечно в тренде в том смысле что сверху его может быть только поддержат вот если вы пойдете жаловаться и скажете почему он не о предмете говорит так он он при этом говорит в рамках вот того тренда который присутствует в обществе как бы очень сильно присутствует поэтому это вы скорее аномальный такой там иммиграцию ему ваш придумалось и вот он сидит тут среди можно сказать нормальных патриотов вот и и они там свои патриотические вещи обсуждают какая нахрен связь тут что нам связь мы же знаем как ток движется там по проводам 5 вот а тут связь ему ну не суть первое что мне вспомнилось это идет группа ну экскурсовод ведет группу по картинной галереи и подходит ну от одной картины другой они идут и подходит какой-то очередной картине и говорит вот вы товарищи мы с вами подходим к картине там пабло пикассо 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 что пикассо что пикассо в общем пикассо и так он как-то вот это знаете застрял в этом месте ну и так какая-то неловкая пауза такая и вдруг рука тянется там из группы там человек это можно вопрос задать и он так оживает да да конечно конечно что что за вопрос радостно хватается за возможность искать уйти от этой паузы который ему самому может быть не в радость и тот паренек молодой сказать скажите пожалуйста вам лично никогда не приходилось вступать в интимные отношения с ежом тот совершенно обалдел от такого вопроса и такого челюсть упал и он ведь нет а почему такой вопрос ну просто для поддержания разговора но вот вам надо для поддержания разговора задавать ему вопросы наводящие ну так и об это это шутка конечно дано но в принципе на смотреть что получается если бы была программа в каком-то университете специально для эмигрирующих понимаете для эмигрирующих вот вы бы там были как рыба в воде а так вы фактически ведете партизанскую работу вот вы там куда-то забрались вот можно сказать и вас там пионеры разоблачают шпиона там иностранного ну что же делать конечно раздражает вообще общение с дебилами раздражает но дело в том что если вот как сказать если 85 процентов населения разделяют их взгляды понимаете но значит вот может быть ваша группа также это все отражает как бы так же как и он человек пожилой делать ему не хрена он уже 15-20 лет на пенсии в пенсионном возрасте находится денег не зарабатывает вся его жизнь рухнула вы поймите что вся его жизнь рухнула когда ему было 50 лет и он уже ничего не мог изменить своей жизни развалилась страна в которой он жил развалилась пенсионная система развалились все мечты все ценности все все что вообще было вокруг все развалились все уничтожилось все в один день в порошок но не день там почти один день и вот и вот этот человек и он и он до сих пор там и он живет вот этим и он в современной жизни все что он отыскивает это вот отголоски советского союза и это только те кто вообще ничего не видел не слышал еще и не соображает тоже чтобы увидеть и услышать это они говорят что другая страна все другое да это тот же самый советский союз ну я не конечно не сто процентов новую ну 92 вот и все он нашел он ведь его вернули в советский союз он телевизора включает а там советский союз и те которые рядом с вами там за партами сидят они тоже они 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 они-то не знают что это советский союз они-то думают что это что-то еще такое новенькое произошло но вопрос чем я думаю может быть у вас вот кто вопрос задает может у вас вообще как-то опыта социального мало потому что если бы вы общались с людьми которые там живут вокруг вас за пределами этой группы в институте связи так вы бы тоже наверное случайно собраны не вами собраны не ваши друзья с которыми вам комфортно а просто какие-то люди в трамвае в вагоне метро в самолете ну где там люди в пивбаре вот это же будет то же самое ничего же ничего там специфического нет вот в этой группе где вы там учитесь вот а то что то что преподаватели так если вы только преподаватель то что система то что учебное заведение позволяет преподавателям это делать и так далее ну конечно это это признак определенного кризиса но он же вокруг кризиса уже не в институте связи кризиса он же повсеместно вот некий кризис такой когда можно на работе не говорить о работе и это неважно работа на втором месте на третьем на пятом там есть другие вещи поважнее там учебы там или чё там я хочу сказать что вот вы там возмущаетесь а я жил в настоящем ссср закрытыми границами с пустыми полками магазинах прилавками и мало того вот это вот уроки любви к родине которые у вас вот вне расписания приходит вот преподаватели 70-летним а в наше время в сетке расписания стояли вот предметы на первый курс там история кпсс второй курс марксистка ленинская философия насколько я помню может отчетом это самое перепутываю и и нас ну не то что заставить нас не могли но я вот читал вот я их всех читал ленин читал и маркс читал там и и ангельцы читал как бы это по программе положено было считать я как добросовестный студент я все это читал мало кто читал конечно все это игнорировали больше но но дело не в этом это было просто все таки часов я вам скажу никто же не возмущался это было настолько нормально и настолько органично и настолько это было с первого дня нашей жизни что никто даже если бы сказали что что вы какая-то аномалия в этом есть никто бы и не понял вас а в конституции ссср в конституции еще со сталинских времен с конституции 36 года было записано что значит организующие движущие силы советское общество является коммунистическая партия советского союза это было записано в конституции поймете вот у вас этого в конституции не написано ну и партии той нет там может какие-то другие руководящие движущие силы хотя многие вам скажут что начиная с семнадцатого года прошлого столетия это группа внутри которой удерживается власть она не изменилась то есть там меняются конкретные люди которых эта группа ставит на посты но но в общем то вот она так с тех пор и шло то есть не было ни разу там свободных выборов на которых там допустим что-то какое-то более изъявление произошло вот был один раз в семнадцатом году когда избирали учрительное собрание а потом караулы стало и на этом все закончил поэтому я бы к этому отнесся легко честно вот сегодня с моих нынешних позиций я бы отнесся к этому очень легко я и в те годы относился к этому очень легко больше того я читал и вникал и в общем не нормально себя чувствовал проблемы не в них вот если серьезно если мы посмотрим на это с точки зрения такой вот как бы ну я не знаю вот если бы я был там психологом который там занимается этим вопросом я бы сказал что проблема не в них не в людях не в людях которые с вами учатся и них преподаватели которые его там колотит от классовой ненависти от этой большевистской дело в вашем отношении к этому ко всему то есть на самом деле все у вас я не хочу сказать что они хорошие я даже не хочу сказать что они плохие они такие как есть но но дальше есть ваши к этому отношения и то ли от того что вы собрались эмигрировать то ли от того ну один из факторов конечно у вас фильтры так уже выставлены понимаете что вы это отторгаете это может быть частично то из-за чего вы не хотите там жить вы не хотите чтобы вас зомбировали вот этой пропагандой как рыбу динамитом там бабах и мозги своротила всем пойти вот вы не хотите вы выгодите я не такой если и вот ваше отношение к этому а ну такое ну вы видите что вы там терпеливый толерантный там не конфликт и до какой там слова был вот вы оставайтесь не конфликтным но самое главное это себя сохранить понимаете себя они там пусть сами это не ваше дело но вы себя сохраните вы спокойнее спокойнее относитесь к этому делу эти мое отношение к этому такое это неизбежный факт так ничего сделать с этим я не могу соответственно вы выключаете это выключаете это из вашего как бы сказать цикла жизненного нет его вот то чего изменить нельзя внимание туда давать бессмысленно если вы будете давать внимание туда вместо того чтобы давать свое внимание тому что могло бы например помочь вам в жизни или добиться ваших целей так вы не добьетесь ваших целей вы только будете там гудок весь пар в гудок уйдет и все поэтому я бы проще относился и сфокусировался бы на том что вы можете сами сделать для себя для страны там нельзя для человечества в этой жизни вот собственно и все поэтому если он просто вкрапляет это свои там эти выступления содержательный материал в конце концов там игнорируйте если это может надолго там на полчаса возьмите какую-нибудь книжечку по профессии там с собой и читайте на здоровье вот не нарывайтесь на конфликт вы конечно можете прийти к нему искать а вот миша портнов которого вы может быть знаете там выпуск 78 года факультет автоматической электросвязи сказал что вы козел да да прям можете вот так сказать но я даже не знаю кто это может быть я его знаю да но это неважно вот но вы можете его подразнить но вопрос а вам то что с этого вот вам зачем его дразнить эти тем более я думаю что вы не собираетесь чекни конфликты просто слушайте как бы внутренне страдает не надо страдать я вас умоляю они страдать не станут от того что вы уедете в америку вам будет плохо вот как мне например и вот тут полно народа вы их видите всех у нас на экране они очень страдают да так что не нарывайтесь знаете как ну пришел к нам на канал там письмо написал поквакал ифтину и за сидишь себе на уроке у вас своя задача вы учитесь вы получите диплом о о высшем образовании по связи по телекоммуникации по разновидности электрикал инжиниринг да вы с этим дипломом через через все границы вас пропустят там на рабочую визу если вам кто-нибудь когда-нибудь сделает рабочую визу это отдельная задача но во всяком случае вы получаете такой билетик проездной такой можно сказать международный поэтому вот и на этом сосредоточиться там конечно там была тема в вопросе о том что если вот не по рабочей визе что-то такое более быстрая потому что вам трудно там находиться в таком значит то что называется hostile environment такая агрессивная среда какая-то нехорошая но это уже немножко нервы там я не знаю но но с другой стороны до рабочие визы не единственный способ абсолютно вот так что задумайтесь я тут не могу советовать я могу просто рассматривать в рамках той стратегии к ситуацию в рамках той стратегии которую вы пытаетесь реализовать если вы хотите поменять стратегию это другой вопрос но меняя стратегию вы не бросайте институт то вы пока учитесь потому что как скоро та стратегия воскрать вывезет мы же не знаем а так глядишь пока институт закончил вот и это неплохо если что надо конечно чему-то научиться желательно вот не не просто так ходить а все-таки чтобы в голове что-то осталось потому что корочка само собой но все-таки это как бы востребованная профессия востребованная отрасль вот так вот приедете и прям сразу раз и в сиск тут недалеко но не только в сиска много много компаний хорошо значит но я думаю может мы что-то политическое сказали нашим видео думаю я буду туда вроде нет но что я такого сказал за пределами тривиального я просто как бы сказать мотивационный такой спикер значит я бы своими делами надо заниматься если коротенько сформулировать это все значит занимаешь своими делами и это самый самый правильный путь и конечно говоря вам это я я не могу сказать что я сам всегда так и поступал я отдал дань своей жизни очень похожим чувством я где-то возмущался где-то меня три коробила где-то меня там трясло и так далее но я вам это говорю как бы уже с позиции человека который прошел через это все вот вот с таким же видением как сейчас вот у молодого человека то есть как бы я не оптимизировал свою жизнь так как надо было бы или как возможно было бы автоматически оптимизировать вот и я якобы потерял что-то на этом потому что не действовал вот так как я вам сейчас рассказываю и это сложно а были люди вокруг которым игра миша да наплевать тебе какое твое дело вообще начхать а и я как бы понимал что они говорят я как бы даже соглашался но но остановиться не мог поймать а вот колотит когда но что делать ну ничего страшного это это школа жизни есть школа тестеров есть там школа бизнеса а есть школа жизни так что вы учитесь в институте связи и в школе жизни там на каком-то из продвинутых там курсов так кажется есть какое-то местечко для меня есть ли для меня местечко наши две дуры сразу такие встали почтовые ups этот коричневая слева ну-ка местечко в местечко 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 вот друзья последние кадры нашего фильма говорят о том что всегда в жизни есть местечко человеку у которого правильные намерения добрые добрые у меня было доброе намерение встать возле окон нашего офиса и вот они реализовались а если бы я начал ругаться на эти машины еще что то может быть я бы никогда и не припарковался хуже того может быть я бы чуть зацепил поцарапал потому что нервничал бы и давайте повернем о потому что нервничал бы и что-нибудь не то сделал поэтому переключаемся на себя так и меняем свое отношение к этому ко всему как меняем отношения говорим это к нам лично отношения ними я лично говорите вы решает такой вопрос решаю вот так и я сюда пришел чтобы поиметь это место в определенном смысле то есть скажем набраться каких-то знаний раз получить формальную корочку открывающую границы 2 все вот и вот и на этом сосредоточился и вперед счастливо